Утро на Болткоме Доброе утро. Доброе утро. Как-то эхо. Да, ничего, сейчас исправим. Так, пока мы исправляем, начнем, наверное, живое человеческое общение с министром внутренних дел, господином Гиргенсом. Первый вопрос будет таким общим. Как после, ну, только что закончилась чрезвычайная ситуация, в стране ваши подчиненные провели массу проверок, наложено там более миллиона штрафов. В целом, как вы оцениваете поведение латвийцев? Как хорошо мы себя вели с точки зрения органов внутренних дел? Ну, я считаю, что большинство наших жителей соблюдает нормы. Конечно, я всегда говорил, что люди есть люди. Чем больше время для ограничений, тем люди иногда забывают те нормы, которые нужно соблюдать. И для этого назначена стратегическая коммуникация. С людьми нужно просто общаться и напоминать. Ну, в общем-то, ваше выступление сегодня на нашем радио будем считать частью этой стратегической коммуникации. Господин министр, нередки были случаи, в том числе мы это обсуждали в нашем прямом эфире с представителями отрасли, я имею в виду правозащиты, о том, что вот эта нервная ситуация, пандемийные ограничения, в общем-то, отразились на поведении людей, было достаточно много агрессии, направленной на полицейских. На ваш взгляд, действительно, слишком ли много было таких случаев? Участились ли они? Или все-таки мы преувеличиваем, и, в принципе, ситуация близка к норме, и латвийцы полны уважения к людям при исполнении, что называется? Есть разные ситуации, но, конечно, что это время очень тяжелое. Я вчера, например, в телевизии тоже упомянул, что главное – это работа. Если у людей есть работа, если у людей есть возможность социально контактироваться, тогда нет, в принципе, такой большой агрессии. Чем больше будет работать, чем люди будут чем-то заняты повседневно, тогда они не будут и читать там дезинформацию, не будут настолько большой агрессивности насилия. То есть ковид и все ограничения вносят за себя и последствия. Не увеличилось ли количество насильственных каких-то преступлений, например, в семьях, в связи с тем, что многие люди находились и вообще работали из дома, локдауны, и многие говорили о том, что напряжение в семье, когда люди 24 часа в сутки находятся вместе, приводит к ссорам, стычкам, а у людей бывает всякое. Наверное, бывают две позиции. Одни говорят, что именно в этот период ковид, как говорится, ковид-время и сплощается с семьей, больше друг друга начинают понимать, больше уделяют друг другу времени. И бывает вторая сторона, когда люди бывают агрессивные, не могут настолько тесно жить повседневно друг другом и рушиться семьей, ситуация будет разная. И, как всегда говорил, где-то посередине полиции. Мы работаем, мы, как говорится, на улицах, мы выезжаем на такие мероприятия, как говорится, и с этим всем сталкиваемся. И поэтому и полиция та и есть первая персона, с кем сталкивается людьми. И ситуации бывают разные. Но увеличилось ли такого рода количество преступлений или нет по статистике? Конечно. Конечно, агрессии такие. Ну, даже я бы не сказал преступления, так как административные процессы или вызовы повседневно на ссоры, конечно, увеличивается. Учитывая, опять же, необходимость общаться с разными людьми, здоровыми и больными, я имею в виду и психическое здоровье, и физическое здоровье, полицейские, разумеется, на переднем крае, на переднем рубеже и подвержены риску заболевания, в том числе ковидом. Массовая вакцинация работников полиции ведется запланированно? Как вот с этим обстоят дела? Ну, во-первых, для нас это добровольный процесс. По статистике на 9 апреля ковид-позитивные в полиции были 54, пограничники 36. То есть ситуацию мы контролируем, все используют средства защиты. Ну, как бы ситуацию стабильно мы контролируем. Еще один вопрос, связанный с числительными, наверное. Насколько увеличилась нагрузка? Ну, это очевидно. Увеличилась нагрузка на полицейских и на пограничников. Хватает ли штатных мест? И не стоит ли задуматься об увеличении численности тех же самых полицейских, я не знаю, за счет открытия полицейской академии? Идея, наверное, не нова, но не пора ли к ней вернуться? Да, я хотел общаться, ну, сегодня хотел с людьми дать такую информацию, что мы планируем 15 апреля рассматривать этот вопрос о возобновении полицейской академии. Ну, я надеюсь, что наши коллеги поддержат меня. Я тоже считаю, что ликвидация полицейской академии была большой ошибкой. Ну, и завтра мы эту ошибку можем исправить. Надеюсь, такое решение будет принято. Под коллегами вы имеете в виду коллег по правительству? По правительству и, конечно, основные министры, от которых я жду поддержку министра образования и министра юстиции. Какие еще изменения, ну, реформы, если можно даже так выразиться, вот предполагает какое-то, ну, вот ваше видение развития Министерства внутренних дел? Ну, самое главное, конечно, это госполиция. Мы хотели бы более поднять качество работы и чтобы снизить, скажем, число наших, как говорится, минусов. У нас не хватает иногда людей, да. И, то есть, мы должны поднимать престиж. Мы делаем все, чтобы поднимать зарплаты. Например, мы делаем, чтобы улучшить рабочую среду. Мы получили государственные бюджетные деньги и сейчас работаем над тем, чтобы найти новое помещение для рижских полицейских участков. То есть, я считаю, что, ну, я надеюсь, что в этом году мы уже большую часть участков Рижки и полиции будем реорганизовывать, и они переедут в новые помещения. Я надеюсь, что мы найдем такое помещение. Ну и, конечно, мы продолжаем производить структуральные реформы. И, например, с 1 марта у нас в полиции в регионах уже работают так называемые универсальные полицейские, которые реагируют не только на ДТП, но может выезжать и на другие происшествия, как вы говорили, или насилие, или что-то другое, начинать процесс. Такие уже, как уже говорил, выше 90 полицейских. И мы думаем, что такой институт будет работать выше 500 полицейских по всей Латвии. И это нам помогает тоже поднимать зарплаты. Ну и мы возобновили статус бывших сотрудников, которые тоже на основе трудового договора, может приходить в участках и в таком порядке помогать следователям и получать зарплату. Насколько сейчас заняты, отвлечены полицейские на контролирование соблюдений условий, то, что было раньше чрезвычайной ситуации, но сейчас ограничения работы в магазинах на проверки нарушений, насколько это отвлекает, может быть, их непосредственных обязанностей, связанных с преступлениями, насилием, кражами и так далее? Ну, как вы видите, мы должны делать все одновременно и производить контрольные мероприятия по снижению распространения вируса и одновременно решать вопросы и по административным, и по уголовным делам. Так что на нас каждый день только больше и больше работы. И мы были бы рады, если бы, скажем, эпидемиологи и вообще специалисты от Минздрава сделали бы такую систему, чтобы она работала, эта среда была бы контролирована и, конечно, мы меньше бы использовали наши ресурсы. Но можно сказать, что я помогаю своим сотрудникам, ну, то есть, например, COVID-PASS-система, которая помогает при въезде в Латвию, нужно заполнять эти данные, она механизирована, автоматизирована. Это была тоже одна из моих идей, то есть мы за определенно маленькие деньги, информационные центры, это тоже служба Министерства внутренних дел, спрограммировала эту программу и она помогает нам в электронном виде снижать физический ресурс человека, который тоже информация пересылается в том участке, где, например, нужно производить контроль, например, по самоизоляции. Ну и этот объем, который мы делаем, как говорится, он ведется и в территории Латвии, то есть мы проверяем и торговые места, публичные места, выезжаем, реагируем на звонки жителей, а также производим контроль по иммиграционным, скажем, по процессам около границ Литвы и Эстонии, да, там же помогают наши пограничники, вот, например, за минувшие выходные и в стране было, мы задержали, скажем, 9 человек, которые попадались с поддельными тестами на COVID-19 документов, были возбуждены уголовные дела. Ну так что очень много, очень много работы и помогаем инспекции, мы слипсинспекции, да, по контролю людей, которые должны быть под карантином. Так что, в принципе, я всегда говорил, если бы не было службы на Министерстве внутренних дел, полиции, пограничники, пожарники, все остальные, то есть ситуация в Латвии была бы худшая. Я своими работниками очень горжусь. Это приятно слышать, когда руководитель прилюдно так вот хвалит своих подчиненных. Что касается поддельных тестов, господин министр, напоминаю, мы беседуем с министром внутренних дел Сандерсом Гиргенсом. Насколько развит в Латвии, как вы можете оценить возможный черный рынок вот этих поддельных тестов и готовитесь ли вы к фейковым, к поддельным ковид-паспортам, введение которых непонятно, когда произойдет? Ну, это была большая проблема, когда люди въезжают в Латвию, то есть или третьи страны, например, летают в Египет, сразу покупают какую-то справку, потом с этой справкой прилетает, скажем, Вильнюс и Таллинн, и тогда с частным транспортом езжают в Латвию. Ну, я могу, опять же, только благо сказать людей, мы, это тоже была одна моей инициатива больше использовать нашу национальную авиакомпанию, чтобы обслуживали наших жителей Латвии не в Вильнюсе, в Таллине, а в Риге, потому что по виду экспертов в сфере авиации лететь, скажем, с этим тестом, приезжать, может быть, второй тест, как сейчас производить в аэропорту, это более безопасно, чем ехать на машине, пересекая много других стран, и там же риск заболевания, так что эта система налажена. Второй вопрос в том, что мы меняемся с датами с другими странами, наши пограничники обменяются все же самыми данными по, скажем, там, полетам пассажир, да, то регистра, регистра о пассажирах, и с Литвой, и с Эстонией, и с другими странами, и мы сравниваем наши даты. То есть, если даже человек приехал и показал какой-то документ, и мы потом сравниваем даты, видим, что в той стране человек не делал тест, ну, конечно, тогда может быть или административное, или уголовное дело. Так что я всегда говорил легче и, ну, скажем, легче и не дороже, если вы это все делаете легально, и для этого все есть все условия. У нас, кажется, есть звонок из прямого эфира, да? Да, 6-7-212-93-9, напоминаю, телефон. Доброе утро. А у меня вопрос по академии. А где вы возьмете преподавателей? Свои, наверное, уже поумирали многие, да и забыли навыки. А из-за границы приглашать, из-за закона о языке, это будет очень трудно. Спасибо. Да, спасибо. Хороший вопрос. Должны быть и местные, и преподаватели из других стран, потому что полиция ежедневно работает в сотрудничестве и с другими странами, и с партнерами. Так что главное сейчас, 15 апреля, принять это такое политическое, концептуальное решение о возобновлении Академии полиции. Ну, конечно, мы и будем продолжать сотрудничество регистрады и университаты, да? Потому что они сейчас производят программу «Полоцей из Дарбс», и мы видим, что у них очень сильные программы по медицине, да? Так что и криминалистики, можно сказать, такое судоэкспертные. Так что мы очень заинтересованы не только наладить общую академическую систему, чтобы она была сильная, но и, конечно, потом же есть разные курсы и в Латвии, которые потом преподаются, и можно ехать по сотрудничеству с другими странами, с коллегами учиться за границей. Так что должна быть система такая общая, но полиция, Академия, я считаю, нужно возобновить, и мы найдем хорошие преподаватели из прокуратуры, из судов, у нас есть хорошие специалисты. Прекрасный план. Напоминаю, с нами на связи министр внутренних дел Латвийской Республики Сандес Гиргенс. Господин министр, вот только что во время нашей беседы появилась новость в агентстве ЛЕТ, что за прошедшие сутки полицейские поймали, обнаружили двух пьяных водителей. Ну, конечно, два человека – это не два десятка, не две сотни, но все равно. Вот те инициативы, касаемые ужесточения наказаний за пьяную езду и инициативу одного из ваших коллег запретить торговлю алкоголем на заправочных станциях. Как вы относитесь к этим инициативам? Ну, давайте начнем с самого существенного. В Латвии нет административного ареста с прошлого года. И это проблема. Второе. В Латвии нет социально-коррективных программ для таких, скажем, водителей, которые едут в нетрезвом виде. Это второе. Ну, и третье, самая большая проблема уже тех, которые вводят транспорт в состояние опьянения, даже перевышая 1,5 промиль. То есть это уже такая тяжкая ситуация, когда человек уже, ну, более-менее уже, я бы сказал, не понимает, что он делает. И при этом, так как не работает довольно эффективный и административный процесс, и уголовный процесс нету, мы видим, что в 2019 году было выявлено 663 ДТП, вызванных водителями в состоянии алкогольного опьянения, а в 2020 году уже было 733 плюс 70 таких ДТП. Плюс каждую неделю пару десяток мы задерживаем таких автоводителей. Я считаю, что это уже красная линия. И наше законодательство сейчас такое, что, в принципе, ну, уголовный процесс, наверное, уже начинается только тогда, когда такой водитель уже кого-то сбивает. То есть или там телесные повреждения, или уже летально. Я считаю, что это неправильно. И давайте тогда начинать с уголовным процессом, хотя бы с 1,5 промиль, да. Мы там не говорим, там выпил одно стаканчик вина или пиво поехал. Мы уже говорим про такие, которые, в принципе, уже убийцы за рулем. Так что я считаю, что нужно внедрить эти законы. У нас есть еще, может быть, один звонок успеем принять. Здравствуйте, пожалуйста. Доброе утро. Здравствуйте. Хотел спросить у министра. Не пора ли перенимать опыт других европейских стран, опыт Соединенных Штатов и, наконец-таки, поднять в обществе дискуссию о легализации марихуаны и, соответственно, разгружении полиции преступления, которое не является преступлением, перенаправлении ресурсов на более важные дела? Да, понятно. В целом ясно, да. Декриминализация, наверное, первый шаг. В политических окружениях есть такая дискуссия, ну, например, в Клабхаус насчет легализации марихуаны. Ну, есть такая дискуссия. Но для меня, я считаю, что для меня сейчас главный вопрос, как ограничить от этой проблемы детей и юношей. У них это очень большая проблема. Я вижу, что организованная преступность внедряет молодых, скажем, юношей, ребят в эту сеть распространения наркотических веществ. Я всегда был вообще с первого, с того, чтобы начинать с активного спортивной жизни образа. И когда страна построит такую систему, что она датирует семью, чтобы наши дети могли бы ходить в кружки, ходить в спортивные кружки или интеллектуальные кружки, то есть они чем-то заняты. И когда будет построена и оплачена социальная программа, у тех, в которых проблема, ну, тогда, в принципе, есть место для дискуссии, легализации, ну, скажем, марихуаны. Но нельзя начинать дискуссии о легализации марихуаны, пока мы одновременно, концептуально не принимаем хотя бы решение, что государство датирует в практическом виде наших, ну, как говорится, активности, здоровой активности наших людей, в том числе детей. Спасибо, коллега. У вас есть вопросы или я еще задам? Да, пожалуйста. Потому что, да, господин министр, у вас найдется еще пару минут. У нас, потому что именно пару минут есть. И мне очень интересно, чуть-чуть подробнее, вчера поручавшая информация о возможности массового информирования людей, ну, там, телефонная рассылка, смс-рассылка, в случае каких-то катастроф и военных угроз. Почему этот вопрос был актуализирован именно вот сейчас? О чем идет речь? Да, потому это является часть модернизации государственной пожарно-спасательной службы. Я, наверное, начну с более хорошей новостью, что на этой неделе мы объявляем конкурс на строительство типовых депо нашей государственной пожарно-спасательной службы. То есть мы можем в этом году уже, в принципе, начинать строить пару депо в регионах новой. То есть это хорошая вещь. А вторая – это широко обещательная система, которая оповещает людей об катастрофе или чрезвычайной ситуации. Мы знаем, что сейчас эта система сирены, которая, в принципе, проверяется два раза в году, но эта система оповещает только 60% жителей Латвии. Не все слышат эти сирены. И иногда, когда они слышат, ну тогда думают, что произошло. Так что, конечно, это традициональная система оповещаний сирены останутся. И по масс-медиам. Но мы считаем, что нужно и вводить эту новую систему, когда люди оповещаются с SMS-сообщением. То есть получают на телефон конкретную информацию, ну что случилось и что нужно делать. Например, или там лесной пожар, или поводок, или какая-то чрезвычайная ситуация, что-то другое. Так что, в принципе, должно работать по всем направлениям, оповещать наших жителей. Примерно как в российских сериалах. Это бывают такие моменты, как к главному герою приходит SMS-ка от МЧС, усиление ветра, угроза шторма, что-то в этом роде. Вот такого типа SMS-ки вы имеете в виду? Не так, как в России, лучше и быстрее. Скажите, эта система оповещений как-то связана с эскалацией конфликта на Донбассе или простое совпадение действительно имеет отношение только к улучшению деятельности ГПСС? Нет, я всегда говорил. Даже, вы знаете, когда были выборы, мне кажется, Европарламента, это была такая ситуация, что многие люди говорили, что они не получили, ну, скажем, сообщения, где их округ, где идти, голосовать и так далее, то это была моя инициатива. Я просто всю информацию выслал через ЭДС, то есть регистр по ВИД, и информацию сразу получили выше 900 тысяч людей, да. И вторая инициатива была выслать информацию через операторов мобильных служб, через SMS. То есть такая информация, которая важна для государства, для наших жителей, она может быстро высылаться через регистр, через SMS, и люди сразу на своих телефонах или своих электронных почтах видят, что государство, что оповещает, что им нужно знать. То есть, конечно, вы услышите сирену, что для вас сирена. Многих людей она пугает, да. Но она тоже должна быть, и это все должно работать системно. Спасибо. Спасибо большое, министр. С нами был Санис Биргинс, глава МВД Латвийской Республики. И надеемся, что не в последний раз мы будем регулярно встречаться. Интереснейшая беседа, на мой взгляд. Я бы с удовольствием тоже продолжил. Господин Гиргинс, еще раз огромное спасибо. Хорошего дня. Спасибо вам, слушателям. Встречаю. Спасибо. Спасибо.